Ой, ужас что ли, включился прямой эфир, да что ж такое-то, когда я научусь-то. Так, девочки, всем приветик, это с вами я, Лариса, видите, из морозика. Но всё равно новогодние денёчки не за горами, поэтому новогодний такой фон у меня будет. Я сегодня решила провести прямой эфир для того, чтобы порепетировать. Репетировать для себя, точить кое-какие технические моменты в прямом эфире, чтобы понять, где что нажимать, чтобы всё было хорошо на техническом уровне. И чтобы это было не впустую, я решила показать мяско, с которым я буду работать, и делать буженино, чтобы было полезно немножечко прямой эфир. Поэтому я буду делать мясо, про которое я вам без конца обещаю, обещаю, чтобы вы маленько посмотрели. Вот смотрите, будет у меня буженино, запечённое мясо, горячий вариант, банкетный вариант на новогодний стол. Значит, что для этого нужно? Для этого нужна шея свиная. Исключительно шея, на буженинку. Вот у меня здесь кусок на 2,5 килограммчика. Так, на 2,5 килограммчика. И он, видите, как я говорила, он немножко неравномерный. Нам нужно придать вид, чтобы был в виде колбаски. Поэтому вот эту часть, которая выпирает, я её срежу. Её срежу и с удовольствием потом пожарю с лучком. Вкусняга такая. Так, вот эту часть я убираю. То есть, как бы выравниваешь сам кусок, ширину куска, чтобы потом, когда будем резать на порционах, порции были равномерные. Ну, вот так вот. Да. Именно так. Хотя можно ещё вот с этой стороны подрезать. Чтобы совсем уж было у нас. Идеально ровненькие порции. Всё. Срезали. Дальше. Сейчас ручки сполоснусь. Секундочку дальше проводить. Ещё важный момент. Один, хирургические перчатки. Это всё-таки эстетичнее. И правильнее. Повторюсь. Буду готовить буржинину. Шпиговать мясо морковкой, чесночком. Вот у меня вот таким образом нарезана морковочка. Таким образом чесночок. Готовить буду сегодня. А показывать буду завтра. У меня завтра эфир. 19.00, кто не знает о Москве. Так. Вот смотрите. Вот у меня шейка. Я начинаю шпиговать. Что такое шпигование? Берём нож. Делаем надрез. Кладём морковочку. Чесночок. Дальше. Делаем ещё надрез. И так по периметру всей будущей нашей буржинины. Шпигуем. Вот это называется процесс шпигования. Морковка, чесночок. Что это даёт? Во-первых, вкус, естественно. Чеснок даёт. Морковочка немножко даёт вкус свой. Важно, что будет красиво в разрезе. И, конечно же, нам нужно нарядливать вариант на Новый год. Мяско, чтобы оно выглядело нарядно. Поэтому я предлагаю именно такой вариант. Шпигованная свинина. Чесночок, морковочка. Чесночок, морковочка. Делаем прокол, как кармашек. Открываем. Кладём. Морковочка, лучок. Поглубже туда. Чтобы в разрезе у нас была красота. Вещаю в прямом эфире. Повторюсь. Репетирую. Как работать с прямым эфиром. Потому что завтра буду выступать. Чтобы у меня не было никаких накладок. Хочу попробовать сейчас порепетировать. Посмотреть. Тогда завершу. Какую кнопку надо нажимать. Какую мне. Надо нажимать, чтобы сохранить прямой эфир. Поэтому, чтобы не в пустую вещать. Решила показать вам, как я делаю мясо. Про которое завтра я вам расскажу. Делаю проколы. Шейка. Шейка она сочненькая. С достаточным количеством жирка. Не такая уж сильно жирная. Но в общем, по-моему, вкусу. Так самый идеальный вариант для буженинки. Чтобы смачненькая, сочненькая. Используется она как на горячее, так и на холодное. На холодное можно потом нарезать. На бутербродики тоже хорошо. Вкусненько с горчичкой. Ммм, ямушка. Сама рассказывала, что она пошла. Вокруг, да около, все мяско мы с вами маринуем. Снизу, сверху, с боков. Закладываем в кармашек. Вот морковочка, чесночок. Морковочка, чесночок. Потом мы будем мяско наше мариновать. Делаем надрезы глубокенькие, чтобы ваша морковка и чесночок туда вместились, в эти кармашки. Вот так, туда. Открываем кармашек. Кладем морковочку, чесночок. Мясо изумительное, я ее обожаю, обожаю с ней работать, обожаю с ней делать буженину. Мужикам моим нравится, на раздаче всегда ее берут хорошо. Если у вас рука набьется, то это вообще мясо, палочка-выручалочка. С вечера приготовил. Допустим, я про себя говорила, в работе приготовила. Или, допустим, в понедельник день тяжелый. Поэтому я его готовлю накануне, допустим, даже в пятницу могу сделать, запечь. И оно у меня потом остывает. Набирается форма уже в холодном виде. В субботу, в воскресенье. В понедельник я прихожу, разогреваю. Вернее, достаю из пленочки мяско. Нарезаю на порционные порции. Кладу на продвину, в духовочку, сачком, выделившуюся, который из мяска поливаю. Вот тебе, пожалуйста, лорочки и подспорья. И мясо твое уже готово. И на холодное тоже люблю подавать. И сама люблю на бутербродик. Субтридца раз, пришел, отрезал. Так. Ну, вроде со всех сторон я его шпиганула. Шпиганула. Сильно много тоже морковки. Не надо, в последний раз делала, что-то как-то много получилось. Так, ну ладно. В этот раз делаю морковочки поменьше. Вот так. Старайтесь, чтобы делать равномерно. Здесь полосочка, здесь, там, там. Все. Беру свои любимые специи, девочки. Я работаю в основном на таких специях. Для меня это самый лучший вариант. Горчица аджика, обыкновенная. И считаю, что этого как бы достаточно для того, чтобы замариновать. Ну, и мариновать буду обильно, потому что запекать буду прямо сразу. Времени нет, но желательно, чтобы оно, конечно, помариновалось у вас хотя бы часика-два. По тому, как я буду готовить сразу, буду обильно класть и специи аджика, горчица, соль. На соли кладу немножко меньше нормы, потому что аджика, она все же солоноватая. Чуть-чуть поменьше. Дальше масло. Масло дает нам быстрейшее, скорейшее пропитывание специй внутрь мяса, продукта. И вот так вот нежненько, нежненько, с любовью я его обмазываю. Вот мой хороший, говорю. Да мой, это красивенький. Да мой, это будешь вкусняшечка. Вот такого подлаживаю. Разговариваю, вообще здесь со всеми продуктами своими разговариваю. И со своей столовой тоже. Когда прихожу, говорю, привет, моя любимая. Здравствуй, моя кормилица. Ну как это без меня? Вот я к тебе пришла. Сейчас мы с тобой здесь повеселимся. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Торпинску мою. Кто со стороны посмотрит, где кто кукуса все. Что, мне нравится? Так вот и веселюсь. Так, вот смотрите. Я его очень обильно, но называю. Обильно. Вот в таком виде оно должно-то расстроиться с ЧКБ-2. Бывает, что у меня и ночь оно постоит. От этого зависит количество маринада. Если я буду делать сейчас, то, соответственно, я его и мариную пообильнее. Если будет оно у меня ночь лежать, соответственно, маринада кладу поменьше. Вот. Вот в таком виде оно должно как бы помариноваться части по 2. Но мне этим заниматься. Сейчас не буду, я буду запекать сразу. Так. Повторюсь в специи. Горчица от ЧКБ. Немножко соли. Немножко масла растительного. Все. И дальше мы сейчас будем ее запечатывать. Запечатываем ее в пленку, а потом в фольгу. А потом на противень и в духовочку часиком на 2. Всем привет, кто присоединился. Я репетирую прямой эфир. Вот такой вот морозик. Девчонки там вчера меня учили кнопочки нажимать. Сейчас я когда завершу, попробую. Там какие-то стрелочки должны быть. Понятно, что технических элементов при съемках много. Поэтому хочется все отточить. Выступать буду за вторая. Так, по-моему, с той стороны я положила. Так, чтобы она не за доску зацепилась. Пленка обыкновенная, пищевая, она термоустойчивая. Так что не волнуйтесь, что если что-нибудь не так. Вот. Она держит температуру высокую. Но дополнительно я еще сверху обматываю фольгой. Чтобы уж совсем наверняка. Сверху сделаю потом прокольчики. Сейчас все покажу. Весь процесс. Повторюсь. Репетирую прямой эфир. Кто присоединяется, можете меня посмотреть. Дурада, может быть, чего-то все-таки полезное для себя увидеть. Тем более, я вроде бы так вот не снимала. В прямом эфире как у меня мясо процесс идет. Так, вот моя красота. Посмотрите, какая красавица. О, красотень. Мясо шикардос. Все в специи. Аджика, маринадик. У меня аджика, маринад. И горчичка. Вот такое. Видите, обратите внимание, оно должно быть ровным. Здесь выпирала, я срезала. Все, сейчас я буду его запечатывать. Запечатываю сначала в пленку. Потом в фольгу. Потом несколько проколов. Кладем на противень. Добавляем водички. И на 2 часа она у нас пошла. Томится. Запекаться. Будет буженина. Шпигованная свинина. Буженина. Убрали. Дальше пленочку истить еще. Несколько слоев пленки. Для чего пленка? Чтобы затянуть подужи и придать форму колбаске. Туго-туго прям. Сейчас будем затягивать. Посмотрите. Красотушка моя. Ох, красотушка. А вкусняга, не наверное. Поехали. Превращаем наше мясо мягенькое в тугую-тугую колбасоньку. Колбасоньку. Несколько слоев. Конечно, здесь не один слой. И когда закручиваем, немножко оттягивать надо фольгу в стороны, в разные, чтобы потуже заматываешься. Ох, красотушка. Согласитесь, чтобы уже не приготовленное своими руками, это уже приятнее, чем то, что вы покупаете в магазине. Непонятно где, как приготовленное. Конечно, мясо рекомендую девочке, шею. Шею, шею и только шею. Достаточно количества жирка. Мясо шикардос. Окорок суховат. Лопатка. Я беру только на фарш. С вырезкой, кстати, порога тоже неплохо получается. Она немножко постненькая. А здесь жирком. Ох, сказка. Янского леса. Так, запечатали. Посмотрите, красотуля. Красотуля. Берем фольгу. Девочки, всем привет. Спасибо, что вы со мной. Завтра обязательно приходите. А то я там с ума саду со страху. Так, фольга, поехали. Сначала так кладем, чтобы боти запечатать. Фольгу, фольгу. Так, а теперь еще обмотаем разочек вот так. Так, поблизости, но Новый год у меня поменяет. Уже сейчас кто-то сказал, Новый год, Новый год. Так, вот, сделали, запечатали, брали. Дальше берем противень. На чем мы будем запекать? Кладем. Наливаем. Водичку. Поглядывайте в течение двух часов, чтобы обязательно была вода на противне. Сейчас расскажу, зачем она нужна. Добавлю сразу побольше. Так, смотрите, зачем она нужна. Делаем сверху несколько проколов, чтобы ваше мясо дышало, когда будет готовиться. Когда ваше мясо начнет дышать, естественно, оно будет выделять сок. Сок будет сощиться и попадать под фольгу, под основание вашего мяса. Если не будет воды, оно прикипит, понимаете? Оно прикипит, подгорит, короче, будет худо дело. Ну вот, девочки, таким образом я вам показала, пользуясь случаем мяса, как я делаю, к буженину. Весь расклад я буду с вами разговаривать про по новогоднему столу завтра. Сейчас я его ставлю в духовку. Засекаю время часа на два. Повторюсь, кусок у меня два с половиной килограмма. Был грамм 200 я отрезала. Ну, это 2-300. Посмотрим, какой выход получится. Конечно, чуть-чуть поменьше, но будет в готовом виде. Ну, нормально. В общем, все будет нормально. А сейчас я буду нажимать и завершать свой эфир. Эй, привет! Так вот, Дед Мороз вас приветствует сегодня. Так, девочки, всем привет, всем пока. До новых встреч завтра в 19.00. Заходим ко мне в Инстаграм Ларики Кук. Регистрируемся на марафоне. И принимаем участие в завтрашнем моем эфире. Пока-пока. Завершаю. Ну вот, вы уверены, что хотите завершить прямой эфир? Да, уверена.